Следующий доклад Ленчак Руслан Михайлович, профессор кафедры Московской третьего меда, извините за выражение, инфаркт миокарда и пандемия COVID-19, первые уроки. Пожалуйста. Так, я не вижу, он включился, не включился? Вот включился, да, я вас уже объявил, так что прям можете сразу приступить. Добрый день, Павел Андреевич, добрый день, уважаемые коллеги. И, как уже было сказано, я действительно представляю сегодня третий мед, город Москва и моя альбоматор военно-медицинская академия. Я врач-кардиолог по специальности, и поэтому совершенно логично, что сегодня моя тема посвящена взаимоотношению инфаркта миокарда в условиях пандемии COVID-19. И вот те первые уроки, те первые выводы, которые, с моей точки зрения, мы можем уже сделать по результатам уже полугодовой борьбы с этой инфекцией. Мой конфликт интересов, и я отдельно хочу поблагодарить компанию TC Farm, пригласившую меня выступить, поговорить на эту тему. Так, что же мы можем и должны, какие выводы мы можем сделать уже сегодня, спустя шесть месяцев борьбы с SARS-CoV-2? Первый, и, наверное, с моей точки зрения, самый разочаровывающий результат – это тот факт, что мы, наверное, должны признать безуспешность всех наших попыток, по крайней мере, подавляющего большинства препаратов, которые предлагались, имели очень неплохие теоретические предпосылки быть эффективными в борьбе с коронавирусом. Так вот, подавляющее большинство исследований и наблюдений, которые есть к настоящему времени, они в подавляющем случае закончились неудачей. Все мы хорошо знаем всю историю, и закат ее, наверное, мы сейчас как раз и наблюдаем. Типа первые попытки назначения гидроксихлорохина, плаквинила, противомалярийного препарата его и некоторых других. Так вот, полгода назад казалось, и этому были весьма впечатляющие теоретические предпосылки, и первые наблюдения, публикации первых случаев тоже говорили о том, что он может работать. Так вот, сегодня мы совершенно точно понимаем, и в том числе в рандомизированных крупных трайлах это было подтверждено, что этот препарат ровным счетом никак не позитивно не сказывается на течении данной инфекции. Он не снижает твердые конечные точки, он не влияет на смертность, он не способен улучшить течение этой инфекции. По сути, буквально месяц назад FDA отозвало разрешение на его использование для лечения COVID-19. Близкие препараты мифлохин и хлорохин, как вы хорошо помните, их исходно пытались сочетать совместно с макролидами для лечения COVID-19. И, увы, к сожалению, мало того, что не получили никакой эффективности у этих препаратов, но и проявились все их уже давно доказанные способности вызывать кардиотоксичность. А в сочетании с макролидами описаны неоднократные, немногочисленные случаи удлинения интервала QT, соответственно, развития торзады Депоинс и случаев внезапной смерти. И особенно это было ярко видно по амбулаторным пациентам, и многие случаи внезапной смерти действительно были ассоциированы с приемом в комбинации кого-то из протиомолирийных препаратов вместе с макролидами. Определенные надежды были связаны с комбинацией препаратов лопеновира, аритеновира, препаратов, которые используются для лечения ВИЧ-инфекции. Однако в конечном итоге те данные, которые мы имеем на сегодняшний день, также говорят о том, что у этой комбинации нет никакой эффективности по влиянию на твердые конечные точки в отношении ковидных пациентов. Фавипиравир – препарат, который очень активно сейчас продвигается и на рынке российском, хотя исходно был создан и очень, скажем так, большие надежды возлагались в Японии. Так вот, последние исследования именно в Японии не выявили эффективности данного препарата у больных с ковидом. В отличие, кстати, от некоторых исследований в Российской Федерации, демонстрирующих, что, по крайней мере, этот препарат способен уменьшить длительность терапии. Да, он пока нет данных по влиянию на летальность, однако снижение дней пребывания в стационаре, ну, пока является таким, хотя и промежуточным, но немаловажным фактором. Ну и умифенавир, препарат орбидол, хорошо известный в нашей стране, надо признать, что действительно сегодня не имеет доказательной базы. Поэтому в реальности из всех препаратов, которые предлагались для айтиотропной терапии, коронавирусная инфекция, увы, на сегодняшний день мы не можем похвастаться ничем, чтобы могло эффективно бороться непосредственно с вирусным агентом. С другой стороны, мы сегодня все четче, отчетливо и понимаем, и Павел Андреевич об этом говорился в предыдущей лекции, что коронавирусная инфекция – это, по сути, генерализованное системное заболевание, поскольку оно способно вызывать поражение сосудов, и, по сути, многочисленные симптомы, поскольку сосуд есть, естественно, в каждом органе и ткани, то многочисленность симптомов, особенно при тяжелом течении, заболевание проявляется очень ярко. И вот две наиболее старые, наиболее сложные, наиболее яркие реакции в филогенетическом плане – это воспалительная реакция, системная воспалительная реакция, тромбообразование – это вот две мишени, на которые практически параллельно с попытками атеотропного воздействия пошли ученые во всем мире, и надо признать, что вот здесь-то как раз появились первые успехи. На сегодняшний день дексаметазон – это единственный препарат, который в рандомизированном исследовании рекавери доказал способность улучшать прогнозы этих пациентов. Не всех, безусловно, не всех. Эти препараты не показаны пациентам амбулаторным, пациентам с легким течением. Однако у госпитализированных пациентов с тяжелым течением COVID-19, которые находятся на кислородной поддержке, вот в этом случае действительно дексаметазон продемонстрировал свою способность улучшать прогноз, то есть улучшать выживаемость этой группы пациентов. Ну и, наконец, антикоагулянты. Антикоагулянты в некоторых локальных протоколах, локальных для многих медицинских учреждений, имеется в виду и антиагреганты, были рекомендованы всем госпитализированным больным, поскольку, повторюсь, тромбообразование очень активно, зачастую избыточное тромбообразование с развитием ДВС-синдрома. Это та универсальная реакция, которая фиксируется у очень многих пациентов с COVID-19, в том числе кардиологического профиля. И поэтому рекомендация назначать антикоагулянтов всем госпитализированным пациентам, зачастую выписавшимся после стационара, зачастую для некоторых больных в дозах, которые превышают профилактические, это то, что, по сути, мы видим в рекомендациях и федерального уровня, и в локальных протоколах практически во всех медицинских сообществах, профессиональных. Если, собственно, поговорить об инфаркте миокарда, как он себя ведет, и что нового, вот преподала, какие уроки нам пандемия COVID-19, то вот самоавторитетное российское общество, профессиональное общество, российское кардиологическое общество уже в конце марта, в начале апреля выпустило свое руководство по диагностике и лечению болезней системы кровообращения в условиях пандемии COVID-19. Какие основные аспекты и позиции подчеркнуты экспертами? Ну, во-первых, это действительно очень хорошо изучен и опубликованный факт. К сожалению, во всех странах, с которыми столкнулась пандемия, мы фиксируем существенно более позднее обращение больных за медицинской помощью. Действительно, очень многие больные пациенты напуганы инфекцией, естественно, напуганы возможностью попасть в стационар, заразиться инфекцией, и, что называется, терпят до конца, и только уже в самую последнюю секунду вызывают бригаду скорой помощи. И зачастую такие пациенты просто даже не доезжают до этого, умирают внезапно, умирают на фоне обострения ишемической болезни сердца. И вот это проблема, на которую обращают внимание действительно очень многие кардиологи. Мы, на самом деле, не знаем точную частоту острого коронарного синдрома, в частности, инфаркта миокарда в условиях пандемии COVID-19, однако мы хорошо знаем, что любая инфекция, и грипп, и любые другие ОРЗ способны провоцировать обострение ишемической болезни сердца, поэтому чисто теоретически можем полагать, что в целом инфарктов стало больше. И можем, опять же, полагать, вот этих данных уже действительно появляется немало, что удельный вес инфарктов миокарда 2-4 типа растет на фоне в целом повышения количества инфарктов миокарда. Очень важное, я бы сказал, ключевые изменения в организации медицинской помощи в целом при остром коронарном синдроме принадлежит изменению маршрутизации. Безусловно, очевидно, что нужно разделять потоки инфицированных и неинфицированных пациентов. И в тех условиях, когда очень многие больницы, многопрофильные, огромные больницы, тысячекоечные больницы, как мы видим в Москве, перепрофилируются, становятся исключительно ковидными, действительно очень сложно рассчитывать на доступность коронарографии как методы диагностики, подтверждения острого коронарного синдрома. Многие статьи появляются из Италии, из Испании о том, что даже там, где это можно сделать, существенно сдвигаются сроки проведения коронарографии на 30, 40, 50 процентов. Эти сроки увеличиваются, и во многих случаях они, конечно, не соответствуют требуемым, заявленным в клинических рекомендациях. Зная и прогнозируя вот такое огромное поступление пациентов ковидных, инфекционного профиля, многие профессиональные сообщества мира пошли на такой, ну, сложный, тем не менее, вынужденный шаг в лечении. Я говорю о том, что, конечно, смещаются акценты в сторону медикаментозной терапии, нечискожного коронарного вмешательства. Хотя, конечно, в сложных случаях, особенно при инфаркте миокарда с подъемом сегмента СТ, конечно, там, где есть возможность это сделать, безусловно, это нужно делать. Но в отношении инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ приоритет, акценты смещаются в сторону медикаментозной терапии, именно для того, чтобы разгрузить другие стационары, перепрофилированные под лечение ковидной инфекции. Ну и, конечно, ключевой аспект ревоскулиризации миокарда для больных с подъемом сегмента СТ – это давно доказавшая свою эффективность тромбоэтическая терапия. Вот одна из очень интересных публикаций, которая вышла буквально две недели назад, опубликована в журнале Американского колледжа кардиологов, и она как раз посвящена особенностям течения инфаркта миокарда на фоне ковидной инфекции. Авторы исследовали 115 больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ, которых лечили с помощью щаскожного коронарного вмешательства. Две группы пациентов, одна из них с доказанным ковидом, вторая без инфекции коронавирусной. И какие основные выводы делают авторы по результатам, в том числе и проведенной коронарографии? Во-первых, надо признать, что эти пациенты с ковидной инфекцией на фоне ковида течение инфаркта миокарда существенно тяжелее. Достоверно выше уровня тропонимов, что свидетельствует о большем объеме поражения миокарда. Д-димера, С-реактивного белка ниже уровень лимфоцитов. При коронарографии существенно чаще верифицируется тромбоз нескольких коронарных артерий. Не только симптом связанный, не только инфаркт связанный, а нескольких коронарных артерий. После проведенного стентирования чаще достоверно встречается тромбоз стента, аспирация тромба, что требует, конечно, более частого назначения очень агрессивных ингибиторов гликопротеиновых рецепторов 2B3A, увеличение дозы гепарина и, соответственно, совершенно логично увеличивается частота кровотечения на этом фоне. У этих больных существенно хуже, ниже фракции выброса, гораздо хуже глобальной региональной систолической функции левого желудочка, что требует, конечно, более длительного пребывания в стационаре. И в целом, конечно, вывод автора о том, что на фоне течения ковидной инфекции инфаркты миокарда протекают тяжелее, с большими осложнениями, особенно тромботического характера, требуют гораздо более агрессивной терапии, что, в свою очередь, тоже сопровождается увеличением кровотечения. Но так или иначе, вот эти два принципиальных постулата, которые были хорошо нам известны, главные ключевые звенья направления патогенетической терапии инфаркта миокарда – это подавление трубообразования и стабилизация теросклеротической бляшки – вот эти два направления приобретают особенную значимость у больных с инфарктом миокарда и протекающая на фоне коронавирусной инфекции. И для первого направления, конечно, применяется весь арсенал антитромботических препаратов, для вторых в основном статины, хотя и другие препараты в том числе. И, конечно, поскольку мое время пребывания в эфире ограничено 25 минутами, то принципиально я становлюсь вот только на одном из направлений антитромботической терапии, которое вполне возможно, да не вполне возможно, а точно, с которым точно совершенно встретятся терапевты. А поскольку основная часть аудитории терапевтического профиля, именно она столкнется с этими пациентами, потому что антиагреганты – это тот класс препаратов, которые пациенты после инфаркта принимают, по сути, пожизненно. В отличие, например, от тромболитиков, поскольку тромболизис – это теперь удел исключительно до госпитального периода, антиагреганты – это тоже препараты, которые в основном должны быть назначены и закончены во время пребывания в блоке интенсивной кардиологии, то есть их длительность ограничивается часами, неделями. И вот антиагреганты, а их много, их, безусловно, применяется комбинация сегодня, это то, что пациент будет принимать, по сути, ряд из них, по сути, до конца своих дней, поэтому на этом мы остановимся чуть более подробно. Совершенно логично и в историческом контексте аспирин был первым препаратом, который был предложен для лечения больных с обострениями ишемической болезни сердца, то есть с острым коронарным синдромом. Понимание того, что аспирин является антиагрегантом и способен, соответственно, уменьшить агрегацию тромбоцитов и теоретически улучшить прогноз больных с острым коронарным синдромом наступило в начале 80-х годов, когда был расшифрован механизм действия. Два человека получили Нобелевскую премию за это. И вот первые, очень небольшие, по современным меркам, рандомизированные трайлы, закончившиеся в середине 80-х годов, продемонстрировали, что те больные с острым коронарным синдромом, которые принимают аспирин, на 53% имеют лучший риск в снижении смерти и рецидиве инфаркта миокарда. И, по сути, вот с этого момента началась эра применения аспирина в области острого коронарного синдрома. И самые последние рекомендации, гайдлайны Европейской ассоциации кардиологов, это самая авторитетная кардиологическая ассоциация в Европе, безусловно, говорит о том, что до сих пор с классом 1А этот препарат должен быть назначен всем больным в начальной дозе 150-300 мг, то есть полобычного, половинка обычного советского непокрытого аспирина для быстроты эффекта разжевать под язык и в последующем на длительной, неопределенной длительности, по сути, пожизненный прием 75-100 мг. Вот надо сказать, что вот к этой дозировке пришли только буквально пару лет назад. На самом деле, еще в начале нулевых годов никто не знал, какую дозировку следует применять у больных с ишемической болезнью сердца, и для этого потребовалось огромное количество исследований, наблюдений, метаанализов, и в конечном итоге на сегодняшний день это 75-100 мг на неопределенной длительности периода. Надо сказать, что рынок России представлен, ну, наверное, двумя десятками различных аспиринов, от 70 до 100 мг, и, конечно, всегда, где есть что-то, чего-то больше, чем 2, возникает вопрос, собственно, какой аспирин выбрать. Из того, что есть в 100 мг аспирина, подавляющее большинство – это аспирины кишечно-растворимые, как вы хорошо знаете. Это таблетки, которые покрыты кишечно-растворимой, специально защищенной оболочкой, которая позволяет препарату пройти сквозь желудок и раствориться непосредственно в тонкой кишке, уже там сосаться в кровоток. И вторая группа препаратов, как правило, подавляющее большинство из них содержит 75 мг аспирина. Это так называемые формы с аспирином или буферные, простите, не с аспирином, это формы с гидроксидом магния или буферные формы с антоцидом, их еще называют. И вот я хочу привлечь ваше внимание к препарату тромбитал, который, по сути, является аналогом кардиомагнила не только по дозе аспирина, но и по всему остальному перечню всех вспомогательных веществ, начиная с гидроксидом магния и всех остальных. Этот препарат продемонстрировал свою абсолютно полную биоквиалентность оригинальному кардиомагнилу. Вы видите, что фармакодинамические кривые не просто совпали, они наложились друг на друга, что свидетельствует о полной биоквиалентности тромбитала. И на сегодняшний день, даже несмотря на то, что препарат не так давно появился на рынке, ему всего лишь меньше трех лет, он удерживает уже третью, уверенную третью позицию, третье место, уступая первых два места только оригинальному кардиомагнилу и тромбоасу, вытеснив из первой тройки даже оригинальный аспиринкардио. И здесь, безусловно, у препарата потенциал еще большой. Если мы говорим о выборе между 75 и 100 миллиграммами, что принципиально мы должны помнить? Мы должны помнить, и это еще было показано более 15 лет назад, в крупнейших метаанализах, 340 тысяч пациентов. Виктор Серебряный с коллегами продемонстрировали, что частота кровотечений на фоне аспирина меньше 100 миллиграммов в три раза меньше, чем на фоне приема аспиринов больше 100 миллиграммов. Конечно, вот это очень большая такая разнообразная когорта пациентов, потому что тут не только 150 и 200, тут и 500, и 1500 миллиграммов. И, конечно, большая детализация была опубликована в следующей работе профессора Бергера, где вот эта вот особенно важная для нас часть пациентов, выше 100 миллиграммов, да, те, которые принимали аспирин, была четко выделена, 100-200 миллиграмм, вот это синие столбцы. И опять же, 192 тысячи пациентов, крупнейший метаанализ продемонстрировал, что прием аспирина ниже 100 миллиграммов, а в Российской Федерации, по сути, это только 75. В Японии, в Штатах, вы знаете, есть еще дозировка 81 миллиграмм. Так вот, пациенты, принимавшие меньше 100 миллиграммов аспирина, у них достоверно реже вызывались смертельные, жизнеугрожающие, крупные, небольшие и еще любые кровотечения, чем те пациенты, которые принимали аспирин из 150 и 200 миллиграммов. Совершенно логично возникает резюме, что чем частота кровотечений, конечно, зависит от дозировки, и чем она меньше, тем меньше частота этого грозного осложнения. Что касается различных форм аспиринов, то здесь нет никакой роли и влияния на частоту кровотечений, но различный прием так называемых защищенных форм аспиринов способен уменьшить частоту диспептических синдромов. Боли в эпигастрии, тошноты, изжоги и подобных симптомов. Ну, в частности, прием кишечно-растворимого аспирина способен в 3,5 раза уменьшить частоту диспепсии по сравнению с обычной формой. Это данная академика Баркагана. И в то же время прием буферной формы или формы с антоцидом способен уменьшить частоту диспепсии еще в большей степени, до 10 раз. Ряд японских работ, проведенных и направленных на сравнение непосредственно вот этих различных форм буферных или форм с антоцидом и кишечно-растворимых, демонстрируют с применением капсульной эндоскопии, демонстрируют уменьшение частоты выявления эрозии и язвы как раз на фоне применения буферных форм, а не кишечно-растворимых. И еще один важный момент, который тоже поняли уже в 90-х годах, когда расшифровали структуру тромбоцитов и поняли, что на поверхности есть не только тромбоксановые рецепторы, мишень для, точка приложения для аспирина, но есть еще и P2Y12 рецепторы. Логичным стал вопрос, а что если к аспирину добавить другой антиагрегант, заблокирующий, например, вот эти же ADF-зависимые P2Y12 рецепторы, будет ли это способствовать уменьшению агрегации тромбоцитов и в конечном итоге самое главное уменьшать рецидивы инфарктов и, соответственно, смертность этих пациентов. И вот первое исследование, наш умершее исследование уже в начале нулевых, исследование КЮР, подемонстрировало, что, безусловно, это так. Пациенты, которые принимали комбинацию клопидогрелия и аспирина, действительно реже умирали, у них реже развивалась частота инфарктов и инсульта. И снижение относительного риска этой твердой комбинированной конечной точки составило минус 20%. Масса исследований в последующем ископидогрелиям и появившимся чуть позже тикогрелорам и просугрелиям в конечном итоге подтвердили эффективность комбинированной антиагрегантной терапии. И сегодня ведущие профессиональные эксперты говорят нам о том, что да, комбинация ингибиторов P2Y12 рецепторов и аспирина должна быть применена у больных с острым коронародным синдромом в среднем в течение 12 месяцев, в среднем в течение года. Мы сегодня имеем выбор как минимум из трех препаратов и последовательность должна быть именно такой. Тикогрелор для всех больных независимо от стратегии лечения и ранее принятого клопидогреля, неважно принимал или нет, неважная инвазивная или консервативная тактика, препарат выбора тикогрелор для большинства пациентов. Про сугрель. Уровень доказательности такой же, как тикогрелора, но есть особенность. Этот препарат может быть назначен только тем пациентам, которому выполнена коронарография и только тем пациентам, которым точно идут на ческожное коронарное вмешательство. Если недоступны или не могут быть назначены ни тикогрелор, ни просугрель, то клопидогрель остается препаратом выбора. И что важно, вот эти 12 месяцев для большинства пациентов этот период может быть либо уменьшен, если высокий риск кровотечения, либо наоборот продолжен, если преобладает риск ишемических событий. И сегодня у нас есть очень простой, доступный инструмент, это шкала при САЗ-ДИПТ, которая вот совершенно просто на основании пяти доступных показателей, таких как гемоглобин, лейкоциты, возраст пациента, клиренс кретинина и наличие в анамнезе предшествующего кровотечения, позволяет четко определиться с длительностью двойной антиагрегантной терапии. Она может быть, повторяюсь, либо стандартной 12 месяцев, либо более кратковременной 3-6 месяцев, и она назначается в тех случаях, если пациент по этой шкале набирает больше 25 баллов. Если меньше 5 баллов, то, соответственно, либо стандартная терапия, либо более продленная даже через год, в зависимости от того, какое количество баллов по этой шкале пациент набирает. Это крайне важно, потому что в многочисленных регистрах и эпидемиологических исследованиях было показано, что те больные, которые отменяют, раньше отменяют, прекращают двойную антиагрегантную терапию, они в 9 раз чаще умирают, чем те пациенты, которые продолжают принимать аспирин с ингибитором P2Y12 рецепторов в среднем до 12-месячного периода. Таким образом, уважаемые коллеги, позвольте мне резюмировать, ключевым патогенетическим звеном инфекции, ковидной инфекции является одним из ключевых звеньев, безусловно, усиление тромбообразования, что требует назначения антитромботической терапии, как для первичной, так и особенно для вторичной профилактики. Комбинация антиагрегантов, а сегодня это аспирин 75-100 мг плюс что-то из ингибиторов P2Y12 рецепторов для большинства больных на 12 месяцев, но, повторюсь, этот период может быть меньше, может быть больше, это основа вторичной профилактики инфаркта миокарда и его осложнений. И тромбитал, препарат, о котором мы сегодня в том числе и говорим, содержит в себе 75 мг аспирина и антоцит, продемонстрировал пойму биоквиалентности региональному препарату и на сегодняшний день занимает уверенную третью позицию на рынке аспиринов в России. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Руслан Михайлович. Тут вот есть несколько вопросов, видимо, часть ко мне, часть к вам, но неважно. 10 дней назад был пациент за 2 недели до обращения желудочно-кишечного кровотечения на дому, за час до обращения сделал в частном порядке гастроскопии, ясно обнаружено эрозии, эрозийный гастрит на ЭКГ при обращении инфаркта миокарда под острой стадии гемоглобин 56. Ну, надо же было довести. Двусторонняя полисегментарная пневмония, 30% поражения. Есть ли вероятность, что первичной была ковидная инфекция, вызовшая последующую патологию? Речь идет о пневмонии, которая, я так понимаю, предиагности при поступлении пациента, речь идет об инфаркте миокарда и речь идет об острой, по сути, постгеморрагической анемии с гемоглобин тяжелой степени 56 на фоне эрозивного гастрита. Все верно? Ну, примерно так, да. И последнее сначала, видим, был кровотечение, потом инфаркт, и обнаружили еще и пневмонию. И все это в течение 10 дней? Да. Ну, не, не, непонятно, нет. Десять дней назад был такой пациент, две недели это все приведено. Ну, на самом деле, для того, уже не важно, на самом деле, есть ковид или нет, да, для того, чтобы ответить на этот вопрос, соответственно, нужно провести соответствующую диагностику, плюс, соответственно, посмотреть, соответствует ли КТ-картина ковидному поражению, хотя там тоже все достаточно неспецифично. Но в любом случае это никак не отменяет ключевой терапии инфаркта миокарда, да, в данном случае, поскольку гемоглобин 56, по-видимому, придется еще пойти, с моей точки зрения, на восстановление достаточно быстрая гемоглобина с помощью переливания эритроцитарной массы, а потом в последующем назначение всей те, всего того блока патогенетической терапии, инфаркта миокарда, в том числе о которых мы сегодня и говорили. Ну, я бы добавил, что при 56, там, картинка инфаркта может быть на ЭКГ без инфаркта, и так бывает при острой ишемии, как бы, да, гемической. Вот, поэтому надо разбираться там, все-таки смотреть ферменты, вот, на их принципы это вообще все, конечно, может быть, с ковидом связано, исходно. Может быть, может быть, ну, это совершенно точно не отменяет терапии эрозивного гастрита, инфаркта миокарда и всего остального, безусловно. Ну, я просто подчеркиваю, да, будьте внимательны с инфаркта миокарда по ЭКГ, при таких цифрах гемоглобина, если они очень быстро образовались. Бывает ложный инфаркт, поэтому надо точно, так сказать, убедиться в том, что это действительно инфаркт, а не электрокардиографическая картина тяжелой анемии. Вот, но это одно другому не мешает, это просто, так сказать. Так, почему аспирин не показан при ковиде? Рекомендует снижать температуру под парацетамолом, снимаете ли вы аспирин в кардиальных дозах при ковиде? Не знаю, к кому, к вам, ко мне вопрос. Аспирин в кардиальных дозах не показан при ковиде, безусловно, повторюсь, для кардиологических пациентов это 75-100 миллиграмм. Это не препарат для снижения температуры, поэтому, наверное, вот эту часть кардиологическую я отвечу вот так. А что касается антикоагулянтов и применения вообще антитромботических препаратов при ковиде, мне кажется, вы в предыдущей лекции все блестяще разложили. Ну да, они как-то не пошли, как антитромботические. Антикоагулянты, да, антитромботические, ну где-то дополнительно там иногда используются, но сказать, что это, так сказать, всем подряд не получается. Мокли-перенесенный ковид спровоцировать синдром ранней реполяризации желудочка, нарушение антрижелудочной проводимости, трикоспидальную, метральную регургитацию первой степени. Обратим ли эти процессы? Ну как немножко в одну кучу. На самом деле, что касается регургитации, да, первой степени, на любом из клапанов это часто встречаемая ситуация у практически здоровых людей абсолютно, да, то есть это не обязательно нужно искать, скорее всего, это просто находка. И еще первый вопрос, там, мокли спровоцировать, что вы видите? Реполяризация желудочков. А, нарушение реполяризации, опять же, это чистой воды, это чистой воды находка, просто, скорее всего, на фоне ковида кто-то сделал электрокардиограмму, наверное, эхокардиографию, еще ко всему прочему, может быть, появилась какая-то симптоматика, вот, но чаще всего это несвязанная ситуация, и нарушение реполяризации, так же, как и внутри желудочковой проводимости, так же, как и регургитация, к ковидной инфекции, как правило, не имеет никакого отношения, это вещи, которые очень часто встречаются абсолютно здоровых людей. Ну да, другое дело, что там какая-то симптоматика кардиальная, может быть, постковидная, это другой вопрос, сняли пленочку, вы что-то увидели, но вряд ли это специфическое воздействие. Да, но сейчас же, на самом деле, у страха глаза велики, сейчас же все стараются, при первых симптомах, там, одышка, не одышка, что-то показалось, сразу делать все, кто-то сразу в КТ-центр бежит, кто-то ЭКГ снимает, кто-то эхо делает, кто-то врача вызывает сразу ПЦР-диагностику. Безусловно, очень много лишних движений, с моей точки зрения, лишних, опасных, я бы даже сказал, особенно с эпидемиологической точки зрения, вызвала эта эпидемия у очень многих людей, напуганных действительно очень много. Ну, мы тут уже много раз обсуждали, что не только внешние причины, не только внешние, так сказать, воздействия, но и у многих все-таки депрессивные и психологические нарушения возникли, которые резко усиливались внешним воздействием. Получился такой компот, что люди действительно в ужасе носились между клиниками, когда делать это совершенно было не надо. Ну, ладно, бог с ним. С одной стороны, многие, как вы показали, боялись поехать в стационар и сидели с инфарктом миокарда дома, хотя они и раньше сидели, между прочим. У меня была работа в свое время, что в Москве среднее время от момента начала инфаркта миокарда до госпитализации составляло сутки. Сутки? От начала, не от диагностики, не от приезда скорой, а от того, что человек почувствовал, и до того, что он поехал в стационар. Ну вот, так что за эти сутки они успевали волокордин, корвалол, коньяк, подпадь и то, что-то, и потом только ехали в стационар, конечно, не проходило. Павел Андреевич, а это какой год, если не секрет? Ну, это лет 7, наверное, назад, 8. Но я не думаю, что ситуация сильно изменилась, потому что это зависит не от медицины, а от пропаганды. И люди-то не поменялись. Поэтому, когда очень сильно приспичат, они едут в стационар, а когда вот так вот, посерединка наполовинка, получалось не очень здорово. Ну ладно, тут что-то про цитокиновый шторм, не надо ли принимать раны глюкокортикостероиды. Я считаю, что достаточно антикоагулянтов рано принимать. Но тут ковид есть, госпитализируем в сосудистый центр. Не понял, это вопрос или утверждение. Изначально без конца. Ковид есть, никто не отрицает. В сосудистые центры, ну, я знаю, 23-24-е, туда благополучно грузили ковид вместо инфарктов миокарда. И это действительно вызвало наверняка, вызвало, я не знаю, статистики, конечно. Не до диагностику острого коронарного синдрома. Это 100%. Тут, что называется, к гадалке не ходи, потому что инфаркт миокарда никуда не делся, он же не может исчезнуть. Скорее всего, было больше, безусловно. Ну да. Так, ну все, насколько я понимаю, других вопросов к вам нет. Тогда спасибо большое еще раз. Спасибо огромное количество, хорошего дня и хорошей работы.